Сегодня еще хочу записать один ролик про карму и родовое наследие. Возможно, даже больше не для вас, а для себя, потому что в тиши джунглей идет нормально процесс осознавания и глубина понимания, что же и как же происходит. Смотрите, у человека есть карма, это то, что он наработал из своих инкарнаций в инкарнацию. У человека есть родовые разные штуки такие, это когда он заключил договор с определенными душами и инкарнирует в одном и том же роду. И, соответственно, наследие рода везет на себе. Поэтому я, например, не очень хорошо отношусь ко всем вот этим родовым штукам, которые стимулируют человека рождаться именно в данном конкретном роду. Начиная от отпевания и заканчивая захоронениями в могилах, в определенных кладбищах, с оградой и так далее. И тогда человек как бы привязан к одному и тому же роду, инкарнирует в нем и, соответственно, везет все его наследие. С одной стороны, на определенных этапах развития, когда человек выживал, и на этапе выживания ему род помогал. Он давал ему энергию, он давал ему силу, давал агрессию, давал вот эту злость, которая помогала побеждать в сражениях и так далее. Там, где была борьба. А на сегодняшний день получается, что из вот этих родовых воронок, так называемых, идет энергия совсем не той частоты, которой соответствует наша сегодняшняя реальность. И получается, что ресурсные травмы накачиваются энергией агрессии, злости, вины, обиды. То есть именно тех составляющих, из родовых именно воронок, которые совсем не позитивно влияют сегодня на нашу жизнь. И как-то из рода уже больше идет не сила, а именно травматика. Хотя при этом закрыть просто так родовую воронку нереально, пока не будешь выстраивать и не будешь отрабатывать и осознавать, что и как к тебе, за что прилетает. То есть это все замкнутые циклы, замкнутые процессы. С одной стороны, все в этом мире, все гармонично, есть плюсы и есть минусы. Вот если смотреть устройство психики, я почему спокойно обо всем этом говорю в открытый доступ. Казалось бы, таких вещей накидаешь в люди, и они начнут заниматься, и все тут резко перевернут весь мир. Так вот, нифига. Если до эпигенетики пускают всех, то есть на проработку определенных программ и травм, то дальше идет первичное распознавание свой-чужой, и дальше, и дальше, и дальше уже пройти человеку без чистого намерения, без чистого интереса и без определенных уровней доступа не получается. Уровни доступа определяются интересом человека, чистотой его намерения. То есть подделать, обмануть, каким-то образом просочиться здесь не получается. Поэтому все, что за эпигенетикой лежит ниже, я об этом буду рассказывать, но туда может получить доступ любой человек, но для этого надо идти действительно с чистой, открытой душой и с интересом. Так вот, за эпигенетикой ниже лежат так называемые родовые воронки, в них уходит такой жгут информационный, в этот информационный жгут, он двухсторонне направленный, информация идет как в него, так в воронку, так и из воронки. Из воронки в нашу реальность подкачивается энергия, та энергия, которую использует Высшее Я для накачивания ресурсных травм. Например, вы отработали эпигенетику полностью, и у вас получается 2-3 недели полета, крылья, эйфорийное состояние, все супер, а потом вдруг начинает прилетать непонятно откуда, там какие-то агрессивные моменты, какие-то возвраты, но они вроде не возвраты, это что-то новое, но непонятно, что это новое. Вот если вы сами не рисуете реальность, и это проблема на определенном этапе работы человека над собой, когда он сам не строит свою реальность осознанно, ему тут же начинают работать вот эти вот вороночки, как правило, родовые, потому что эпигенетика все-таки в первую очередь защищает свои кармические штуки. Вот, и человеку начинает лететь разный мусор в жизни, который он потом вынужден будет отрабатывать. Сюда летит энергия с информацией о частотности, о частотности, на которой должна развиться ситуация, да, то есть не летит информация по ситуации как таковой, летит энергия определенной частотности, обратно возвращаются очки сознания. И вот первая наша реакция, когда мы это дело открыли, конечно, было закрыть эти воронки. Классно, мы попробовали, это очень рабочая штука, например, мы на двоих человеках испытали закрыть воронку, связанную с алкоголизмом, и в обоих случаях сработало, удивительно сработало, один человек дал обратную связь достаточно быстро, что у человека вроде даже мозг на место остановиться стал, а вот во всяком случае не пьет, и плюс речь изменилась. По второй обратной связи был отзыв буквально в течение двух часов, и потом на следующее утро. Перед человеком стояло спиртное, человек не пил, ему не хотелось пить вообще, то есть родовую штуку мы просто грохнули одной затычкой. Но не все так просто, то есть все равно там идет процесс осознавания, все равно там находится поиск запускающей эту воронку, все равно в роду это все идет, нарушается энергообмен у всех участников рода, и потом ты одного отключаешь, соответственно, перераспределение энергии идет на других, там много своих сложностей, то есть с этим надо разбираться, но это есть. Но потом, когда мы решили не брать и сразу затыкать эти воронки, а войти во внутрь, куда же мы все-таки идем, и вдруг оказалась интересная штука, мы вылетаем на следующий уровень, это уровень, вот я сейчас этим уровнем занимаюсь, исследуя его в самостоятельных погружениях, тяжело очень в нем находиться, потому что зависаешь, включается сознание. Вот. Это уровень, я бы его назвала этническим, то есть это коллективный уровень, и если у рода закончились травмы, то следующая травматика будет качаться из коллективного, но этнического, то есть там достаточно такая, я назвала это клубнем, да, такая штука, которая разделена на ячейки, и в этих ячейках хранится информация по разным этническим группам, то есть у каждой народности есть свои программы, которые она здесь и сейчас проживает, свои эмоциональные состояния, свои включения и так далее. Например, если вы приедете в Беларусь, то доминирующее состояние, которое испытывают белорусы, это вина и обида, вот, на весь мир, весь мир должен, и там же примешивается, если человек где-то, его выводишь из этих состояний, то он очень быстро впадает в злость. Именно злость, злоба, она разрушает сегодня сердечно-сосудистую систему, она приводит к онкологии, она является основой очень большого количества заболеваний, просто это вот национальная особенность, сегодня это там в проработке, там еще в проработке и зависть есть, там есть и гордыня и так далее, там целый клубок, но вот это вот данной этнической группе сейчас идет в проработку, да, если приезжаешь вот к тем же самым китайцам и обращаешь внимание на то, как у них развитие идет, то, соответственно, у них сейчас идут в проработку программы хитрости, программы жадности, программы, у них нету злости как таковой, вот вчера наблюдала картину, зло ругается невестка со свекровью, или дочка с матерью, не знаю, кем они друг другу приходятся, но реально у нас бы уже поубивали друг друга, за волосы оттаскали, а там нету злости, но там есть жестокость, понимаете, жестокость без злости, что меня очень сильно удивило, там другие составляющие наполнения, вот в этой стране эти наполняющие штуки идут в проработку, жестокости много, но она не злая, она какая-то как будто физиологичная, как будто люди исследуют ресурс физического тела, выдержат или не выдержат, просто удивительно наблюдать за программами, которые в головах, точно так же, как если мы приедем в Индию, там свои будут программы, те же самые хитрость, детская там, шалость, опять-таки, там нету такой яркой злости, но там есть жестокость, такая животная жестокость и так далее, то есть вот эти вот программы, они общие, у каждой народности они свои, так вот в этом клубне, этот клубен поделен на такие ячейки, и где ты попадаешь, и в зависимости от того, в какой ты этнической группе находишься, или которой ты принадлежишь, с этим еще надо разбираться, начинает поступать ресурсная травма, вот именно на этих частотах, на проработку вот этих же состояний, то есть наше высшее я всегда имеет источник финансирования, если не профинансировал род, значит профинансирует коллективное, именно этническое, и за этническим, если смотреть дальше, то оно как бы уходит в расширение сразу, и уходит очень сильно, там структура еще больше, более жестко меняется, мы уходим в структуру уже планетарного масштаба, там где ячейки еще эти укрупняются, и частоты, вот там интересно, частоты там не всегда понижаются, там есть частоты, где повышаются, где понижаются, то есть опять с этим надо разбираться, каким образом все это дело происходит, формирование, и каким образом потом накачиваются ресурсные травмы, таким образом можно выйти на сознание планетарного масштаба, то есть есть определенный уровень, на котором мы все едины, и вот казалось бы, вот взять и воскликнуть, так давайте мы эти дырки у себя позатыкаем, психики, да, ничто не будет подкачивать ресурсные травмы, и мы будем тогда осознанно формировать свою реальность, мы не будем влиять на нее никак, но когда начинаешь вот это все исследовать, понимаешь, что этот жгут, эта дорога в оба конца, то есть там двустороннее движение, и если мы можем оттуда получать энергию с определенной информацией о чистоте этой энергии, то мы обратно можем закладывать информацию, то есть закладка обратная, это осознание, это очки осознания, которые мы даем, и таким образом повышаем вибрацию сперва этническую, потом родовую, потом этническую, потом планетарную, да, получается, если мы осознанно возьмем, мы нафигачим туда совсем другого уровня вибрации, другого уровня осознания, мы можем достаточно быстро повлиять на этнос, мы можем повлиять на планету и так далее, и это можно делать осознанно, Поэтому затыкать эти дырки, брать и просто прятаться от своих проблем и своих заболеваний, наверное, не имеет смысла Наверное, имеет смысла что-то взять и запустить в эксперименты Потому что интересная штука получается Получается, как бы открывается доступ к общему котлу Но это так с большего Каким образом формируются все вот эти штуки, как они влияют То есть я говорила уже, высшее Я подпитывает через ресурсную травму Через ресурсную травму формируется определенная ситуация на проживании Точно так же и кармические все ситуации Это те ситуации, которые мы сами создали И которые либо в текущей жизни, либо в следующей пойдут на проработку И там тоже очень интересный механизм открывается То есть вот эти вот штуки родовые, планетарные отдельные, кармические Они тоже потом в этническую приходят, соединяются Они связаны с этим То есть на самом деле вот этому огромному сознанию, планетарному Без разницы, откуда получать очки осознания Вот, и таким образом, когда мы заходим через кармическую штуку Там нарисовывается тоже интересный момент Там, получается, у нас в моменте здесь и сейчас Неважно, мы взяли из родового источника Или из своего кармического Это как бы трансформированная уже дополнительно трансформированная информация Неважно из какого источника Все равно источник один И там получается, если у нас было принято какое-то решение Именно идет через решение, через установки, через программы То есть есть какая-то программа Эта программа не расценивается сознанием, Богом, душой, кем угодно Не расценивается как хорошая или как плохая Она просто программа То есть программа – это единица информации Если есть единица информации Эта единица информации будет обрастать энергией И, соответственно, эта единица информации с определенной энергией Она будет обладать определенной частотой Таким образом, вот эта программа установочная Она привлекает не только сознание одного человека Но и внимание и сознание других игроков И другие игроки точно так же запускают эмоциональную составляющую Дают какую-то вибрацию Дают свое сознание Вот на это дело свою энергию Таким образом, эта программа обрастает, обрастает, обрастает Образуется клубок такой Ну вот для примера Я приводила в прошлом ролике примеры Например, административного плана Точно так же можно любую бытовуху взять Вот там муж решил, вот развожусь, да, с женой Вот она такая плохая дрянь И вот я развожусь решение Это решение обрастает энергией Потому что тут же в этот клубок приплетется теща, жена, дети И так далее, и так далее, и так далее Этот узел накачивается И со следующей женой он будет проживать аналогичный разворот событий Где каждый участник будет выполнять определенную роль И он все равно кармически этот узел будет развязывать Из таких жестких узлов, которые вызвали просто смех Когда работали Из того, что мы пообнаружили То, что перешло из жизни в жизнь С инкарнацией в инкарнацию Например, и то, что в современном мире очень часто встречается Например, человек в прошлой инкарнации Принял решение уйти из социума И жить натуральным хозяйством Ему не нужны были деньги Это решение, да, прекрасно У него хорошая была жизнь, обеспеченная Тогда он на себя работал Потому что это были там прошлый век Там революции и так далее У него все здорово И в нашу современность я знаю людей Которые увлекаются там Этими вот родовыми поместьями Этими программами Опять-таки есть люди, которые поотказывались от денег Вот мы только натуральным хозяйством живем Прекрасно Это решение И это решение обрастает определенной энергетикой Энергетика не оценивается И дальше вас пуляет в другие условия В следующей инкарнации Вот этого человека запулило в современные условия В современной жизни Он попал в крупный город В бизнес И получается Жена давит Дай материальное благополучие Детям надо, все надо И сколько он не бьется Он как рыба об лед будет биться Он не может заработать Да То есть почему Потому что был отказ от денег Был отказ от социума И Можно прорабатывать Десять раз на семинарах, тренингах На лидерских программах и так далее До тех пор Пока это решение не будет отменено Удалено, перепрожито И осознанно Что решение как таковое не надо Да А надо просто жить, ловить кайф И заказывать сколько денег хочешь Вот У человека получается Постоянные проблемы И находить такие вот ключевые зацепы Которые они потом на себе держат Еще кучу решений Которые обрастают социальными какими-то убеждениями Которые человек подтверждает Да, у нас плохо У нас там то не работает У нас там Такие законы приняли у нас У нас А это все решение Это все подтверждение Какого-то решения в прошлом И эти клубки потом просто разворачиваются У человека В какие-то сценарии И человек не понимает Откуда ему прилетело И считает себя соломинкой Текущей Где-то по волнам Или из тех Еще вариантов Которые меня на самом деле Очень сильно удивили Как может развиваться кармическая штука Например, человек в прошлой жизни был гуленый Был мужчиной И у него было желание попробовать гомосексуальные связи Он их подавил Он просто их в себе задавил Потому что в социуме это было неприемлемо И это было подавленное желание И теперь он инкарнирует в этом роду женщины И у него есть программы Сокрытая вот эта энергия С решением подавить Она есть уже у женщины Женщина молодая, красивая, невероятная Знакомится с мужчинами А почему-то с мужчинами не складывается А у мужчины бессознательной Когда подходит к такой женщине Оно нащупает Блин, там есть потребность в гомосексуальных связях Подавленная Там есть эта энергия И распознавание идет Мужчина-мужчина Там же мужчина давил И мужик бежит от мужика И пока вот эти вот вывороты в бессознательном не поудаляешь Реально у человека в жизни ничего не меняется Я говорю, можно пройти 50 тренингов Ходить, перепроходить и перекачать себе вагинальные мышцы И нихрена не будет, понимаете? Потому что это вещи не связанные Программное обеспечение Это программное обеспечение Физиология Это физиология Это разные вещи Вот, поэтому Все, что касается вот этих кармических штук Кармическая штука образуется Когда есть решение Когда есть подавленная какая-то сокрытая энергия И эта сокрытая энергия будет обрастать еще дальше новыми энергиями Обрастать коллективными вот этими сознаниями Энергиями других игроков И в дальнейшем выливаться в новый сценарный сюжет И это может происходить в течение одной жизни Но если бессознательная видит, что эта игрушка неинтересная Она планирует заканчивать эту ходилку-стрелялку И переходить в новое тело Запускать инкарнационный процесс То у человека это перелетает на следующую жизнь И следующую жизнь он будет отрабатывать И смотрите, здесь нет места оценки Хорошо или плохо Здесь нет места каким-то Все технически Единичка, нолик Все как в машине Все прописано Единичка это это, нолик это 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 расценивается как единичка, это нолик Подавил, сокрыл, прекрасно Вот такая реакция И неважно, подавил ты негатив или подавил ты позитив Ты хотела станцевать на сцене и не позволила себе Это точно такая же карма Как ты хотела изменить мужу и тоже не позволила себе И какая разница Это мы оцениваем, что хорошо, что плохо А в бессознательном это единичка, нолик И это удивительно все И на мой взгляд, вот эти вещи надо исследовать И это Вот опять-таки Я все больше прихожу к тому, что Доказательной базы и повторяемого результата На данном конкретном индивидууме Не может быть И вообще Когда говорят Наука предполагает, например, доказательную базу Здесь доказательной базы То есть повторяемого результата быть не может Потому что психика каждого человека индивидуальна Вообще индивидуальна И здесь вообще может быть результат или не быть результата В принципе, да То есть вот мы берем заболевание аутизм Есть результат, да И я считаю, что это круто Но у всех ребят, с кем мы работали Не было двух одинаковых проявлений Не было двух одинаковых шаблонов И даже попытка уложить в какие-то схематические штуки Это от прививки, это от стресса А это кармическое Это тоже условность, абсолютная условность Потому что ты даже не вычленишь схематику работы там Понимаете Общего ничего нет И таким образом Когда мы говорим Если говорить о научном подходе То тут должна измениться наука Тут должна быть наука результатов Потому что отнести вот то, что мы делаем к религии Это глупо Здесь нету религии Мы Бога вернули в самого человека А как же ему верить в того Бога Который на небесах топает ножками Или который распят Или, 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 да Здесь нету этого Вот, поэтому все, что касается религиозных составляющих Они уходят И в то же самое время брать научную составляющую А где повторяемая доказательная база, да Как провести повторяемый эксперимент Да никак не провести повторяемый эксперимент Взять 10 человек с одинаковым заболеванием Проделать 10 разных вариантов работы с ними Совсем по разным алгоритмам И отработать Посмотреть, если у десятерых есть результаты Значит, круто Значит, это новое научное направление Но это наука результатов, а не доказательная наука Понимаете? Не наука, которая идет через повторяющийся, повторяемый результат Вот наговорила, наверное, все Наверное, я записала то, что сейчас потоком прошло Потом выдам следующий поток По тому, как идут сейчас осознавания этой глубины Тяжело нырять одной Хочется нырять с кем-то Потому что информации можно расшаривать очень много Очень много и реально очень качественной И реально расшаривать и заболевания Реально расшаривать мироустройство Мне почему-то некоторые вещи стали приходить из буддизма Которые есть там, но не есть как знания, не как религия Хотя и говорят, что это религия знания, а не религия веры Но это религия А если говорить именно о знаниях, то возникает такое впечатление Что все-таки были продвинутые какие-то цивилизации Которые оставили в виде каких-то трактатов именно знания Эти знания потом были одеты в религиозную оболочку А знания в некоторых пунктах пересекаются Действительно есть разные миры, есть разные физические оболочки И не физические у человека, и не человека И так далее Еще одну штуку хочу обратить внимание Почему для души во время работы важно наше сознание С противоположной стороны, то есть изнутри симуляции Вот душа видит, например, что есть там кармическая или родовая какая-то неполадка И она бы хотела изменить, и она вроде может изменить Вот она знает, что менять Реально, мы же работаем через душу всегда И душа всегда знает алгоритм, как что поменять Но сколько бы она ни билась одна что-то поменять Это не будет проявлено в материальном мире до тех пор До тех пор, пока изнутри, из вот этой симуляции Не будет сознания, которое наблюдает за этими ее манипуляциями То есть погружаясь в психику и работая с разрешением души И проводя определенные в психике манипуляции По тому, как говорит душа Наше дело наблюдать и отрабатывать это по прикреплению Присоединению к проявлению в материальном мире Вот это задача именно того сознания, которое работает Потому что душа без этого сознания ничего не может материализовать Материализует наше сознание, господа Наше сознание материализует И поэтому, когда мы влазим через родовые эти штуки По информационным вот этим жгутам Вовнутрь мы там тоже можем творить Потому что наше сознание является доминантным Наше сознание является определяющим И в этом плане посмотрите ролики Владимира Бесфамильного Последние, он об этом прямо говорит И таким образом становится очевидным Что самое ценное, что есть у нас в жизни Наше сознание все это проделывает через внимание Самое ценное, что у нас есть в жизни Это внимание и время Опять мы приходим к этому Наше внимание, оно действительно очень ценное Надо уметь концентрировать это внимание Под конкретную задачу Под конкретные расклады Чем больше мы по времени концентрируем на задаче внимания Тем быстрее и проще она разворачивается То есть пространство-время в данном случае Играют свою ключевую роль Для разворота в моменте здесь и сейчас Именно материальной составляющей мира А умение концентрировать внимание Это уже тренируется И с этим уже можно работать И получается здесь еще один момент Важный, уже пора вводить термин Этот называется плотность сознания Дело в том, что если сознание у человека рассеянное Распыленное, лучше сказать рассеянное То он не может длительное время концентрировать внимание И результат у него проявляется Значительно медленнее и хуже Если у человека концентрированное сознание То есть высокая плотность сознания То результат может проявляться мгновенно От чего зависит плотность сознания Плотность сознания зависит от объема И количества установок и программ в психике человека То есть любая установка, любая программа Вот как эти метки информационные Любая эта информация Она служит решеткой, через которую происходит распыление сознания И таким образом, чем больше вот этих решеток Тем тяжелее сознанию наблюдателя Зафиксировать что-то И для того, чтобы оно проявилось в материальном мире Чем менее ограничен человек Чем плотнее его сознание Чем выше плотность его сознания Тем быстрее у него идет процесс материализации И тем больше он имеет уровень доступа К разным, разным, запредельным мистическим штукам В общем, теперь это надо сохранить Иначе я выйду из состояния и забуду Все, господа Благодарю Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...